В общем, да, меня зовут Митя, я из Петербурга, как можно догадаться. И я буду рассказывать про сообщество, спасибо, питанистов и все, что с ним связано. У меня доклад будет немножко не как у остальных, потому что у остальных по правильной концепции доклады про как решить проблему, какую-то, что с ней делать и все такое. У меня доклад не такой. У меня доклад, он про кейс. Грубо говоря, вот как оно развивалось, какие были проблемы и что вообще происходило. Но пользу я вам тоже какую-то постараюсь, пользу и уникальность я вам постараюсь дать. Ну иначе зачем вы здесь сидите. В общем, Питер, он хороший. В Питере я делаю, например, воркшоп по увлечению женщин в разработку, называется Jungle Girls. Я делаю там конференцию от членов программного комитета PeterPy. Это европейская конференция с англоязычными потоками, в общем, все клево, по питонам. И я делаю PeterPy meetup. Он формально бывший SPP Python. Ну, типа, это можно считать, что в нашем контексте это одно и то же, что история линейная. Про как раз этот самый meetup я и сейчас расскажу. Во-первых, пару слов о специфике Петербурга. В Петербурге нет такого кадрового голода, как в Москве, например. И это критично. То есть мало того, что рынок другой, но определяющий ключевой фактор для сообществ и для скорости размеров сообществ – это именно кадровый голод. Банально, потому что кадровый голод толкает компании вкладываться в сообщество. Ну, то есть это, наверное, основной фактор, на мой взгляд. Но при этом в Питере есть запрос на движ. Люди хотят куда-то ходить, люди прикольные, хочется людей радовать. Однако сам движ есть не всегда. И я сейчас говорю даже не про отсутствующие meetup или отсутствующие бренды, как, например, до недавнего времени в Петербурге не было PaiData или не было какого-то рубежного meetup. Есть некоторые ниши по технологиям и по сообществам в Петербурге, которые формально есть, но по факту их особо нет. Они либо не развиваются, либо их создатели забросили, либо произошла фигня, которую я называю, что все рулятся патриархами. Дело в том, что часть ниш в Питере забрали чуваки, которые когда-то в дремучие годы много сил вложили, и за это им спасибо. Но сейчас они не особо кого пускают, и meetup, которые они делали, которые они формально до сих пор должны делать, немножко приходят в запустение. Это большая беда. Бороться с этим сложно, потому что патриархи влиятельны. Но постепенно этот процесс придет, и их заменяют или включаются в этот процесс. Еще проблема Питера в том, что всем лениво. Вот этот вот анекдот про давай завтра, это не анекдот. Это вот реально так происходит. И когда ты окрыленный приезжаешь из Москвы или из Берлина и говоришь, ребята, давайте сделаем сообщество более клевым, более большим, более огненным. Вот такая вот идея. Вот не знаю, там типа микрофоны внутри мягких кубов, и мы будем их кидать людям на сессии вопросов. Все такие говорят, ну блин, работает же, давай не будем ничего менять. И ты просто офигеваешь этого. Особенно если у тебя, как у меня, энергия провинциала, которая хочет что-то менять. А еще в Питере близко Европа. Например, можно из Хельсинга привозить спикеров или что-нибудь такое, или людей. Потому что в Хельсинках с движем все скучно. Ну и в общем какие-то такие штуки творить. В Москве вы не можете толком так делать. Специфика не та. А еще Питер, он, по крайней мере, питерский движ, он не совсем про деньги. Это было очень заметно, когда мы с спикерами вот этой самой конференции немножко сидели там в каком-то чате и обсуждали. И все такие, KPI, надо делать маркетинг, надо типа договориться, чтобы мы там брали задачи и выполняли их за деньги. Я такой сижу и понимаю, что у меня доклад будет не про деньги, и не про там типа деньги в движи, а будет про какие-то вещи типа атмосферы или радости. И в общем в этом счет тоже, наверное, разница Петербурга от условно Москвы. При этом понятно, что все здесь взрослые люди понимают, что у всех проектов, даже некоммерческих, и у социальных, у общественных есть денежная сторона. Но речь не об этом. Почему Python? Ну просто потому, что Python клевый, и на нем очень клевые люди. То есть питанисты, они приятные. Вы не встретите неприятного питаниста. Для них хочется что-то делать. Как возникла SPV Python, если вкратце? У нас есть такая ширма, называется IT Global Meetup. Это однодневная бесплатная выставка всех сообществ Питера айтишных. Собственно, на ней договорились пара ребят. Инициатором был Сергей Матвиенко, который, собственно, орг SPV Python. За что ему спасибо. Они договорились сделать SPV Python. И в январе 2015, вообще недавно, считай, буквально несколько лет назад, прошел первый митап. Забавно, что почти сразу его попыталась сесть некая контора. Я не буду называть ее имя, но она прям известная и крупная. И она провела свой митап, но ей, в общем, не особо получилось, потому что уже бренд был у SPV Python, и их никто не понял. И в основном пришли сотрудники этой конторы. Так что потом они оставили попытки, второй митап уже не проводили. Но даже на этом этапе им стало интересно. Они попытались сожрать сообщество. Как все было в 2016, когда я пришел? Во-первых, это был формат между собойчика. То есть приходит, условно, 10 постоянных посетителей. Они все друг друга знают. Они все между собой, грубо говоря, дружбаны. Ну, как дружбаны, товарищи. А новые особо не вливаются. И ниоткуда в лица мало знает этот движ. На митапе был один доклад. И это очень печально. Потому что в Питере в среднем вы доезжаете от точки А до точки Б за 40 минут. И митап, получается, один доклад идет минут 20-30. И вы 40 минут едете, чтобы послушать 20-30 минут доклада. И вы потом сидите и не понимаете. Ну, окей, иногда бывает общение, но оно не всегда возникает. И как бы это странно. А еще доклады были нестабильны. То есть нашелся докладчик, не нашелся. Ну, все, значит, в этом месте не проводим. Ну, в общем, такое отношение. Все было замкнуто на одного человека и на одну площадку, в которой работал этот человек. В общем, такой очень-очень маленький формат. А потом я наткнулся на мозг у Пайтона. И это мне мозг взорвало. Я не буду про него подробно говорить. Вам еще про него Гриша расскажет. Но у мозга у Пайтона все было вообще прям по-другому. Куча ратируемых площадок. Много оргов, каждый из которых полностью заменяет другого при желании. Экосистема других митапов, других сообществ вокруг вот этого основного. Или там внутри. Зависит от того, как говорить об этом. В целом ощущение такой отлаженной машины, у которой еще и есть определенная стратегия развития. Что особенно круто. То есть машина, которая воспринимает, грубо говоря, себя как бизнес или как что-то такое. И я в итоге начал действовать. А именно мы начали пробовать другие площадки. Мы поменяли соцсети и в принципе политику соцсетей. По крайней мере в рамках эксперимента, не эксперимента. Пораздали, поделегировали обязанности нормальные другим оргам, чтобы они были более заменяемы. И обсудили построение нормальной экосистемы по Питону в Питере. То есть других митапов тоже. Ну и в целом взяли курс на рост. Как вырастить в принципе митап? Вам нужно растить качество. То есть растить качество вообще всего. Доклады предпрогонять. Вам нужно делать клевый маркетинг. И не знаю, банально вплоть до картинок, подачи, текстов, всего. Звать клевых чуваков. Зазывать людей, делать на них интерактивы и так далее. Сейчас я расскажу об этом. Откуда вообще может взяться рост? Ну по крайней мере на нашем примере. Именно в Питере. Во-первых, есть метап.ком, куда те же самые иностранцы или кто-то другой, или кто приезжает в город, в целом идет и смотрит, что там есть. И SPP Python там долгое время, по-моему, и сейчас все еще остается. Чуть ли не самое крупное айтишное сообщество. То есть там в категории технологии. Ну и в общем он высвечивается, он заметный. Эта площадка работает. У нас к этой площадке много претензий, но вот свою какую-то роль, рост она выполняет, наверное. Есть Telegram экосистема, которая отработала тоже вообще на ура, особенно в условиях подъема Telegram. Там был какой-то еще, допустим, пост на Geek Times с перечислением всех Telegram чатиков разработчиков. И оттуда пришло прям много народу. Ну и в принципе в Telegram этот чат находят, и это тоже работает в каком-то виде. Вот есть ITGM, про который я рассказывал, IT Global Meetup. Это питерская ширма, куда все приходят. Там у питанистов есть слот, и можно там какие-то доклады вбросить, себя увидят, к тебе придут новички. Ну в общем ITGM тоже работает. В том числе, чтобы зазывать людей снаружи, мы обычно на ITGM стараемся делать какие-то обзорные интересные доклады. Ну то есть достаточно более простые, наверное, чем на обычном митапе. Ну и есть еще репосты в соцсетях и всякая там реклама в Фейсбуке, но это скорее мелочи. Может быть я здесь что-то забыл, но вот из основного, наверное, как-то так. Люди приходили примерно так. По площадкам. Я выделяю три категории площадок, которые мы хостились или планировали хостить, или вообще рассматривали. Первый это крупные IT-шные компании, не знаю, там DataArt, JetBrains, Wargaming, Яндекс. Кто целенаправленно регулярно хостит ивенты. С ними у нас все было хорошо. Ну то есть претензий нет, они обычно умеют и запись делать, и у них все клево. Дальше есть IT-шные компании, кто не хостит ивенты, но хотел бы. С ними все не так хорошо. Они обычно либо запись у них проблемы, либо зал у них не такой прикольный, либо они в принципе еще даже не дозрели до идеи, что надо ивенты хостить. Ну и в общем это скорее такой альтернативный вариант. И есть совсем неформальные площадки. Это значит провести метап в каворкинге или в барах. Каворкинги, на удивление, идут хорошо на соглашение. Они примерно уже дошли и догадались, зачем вам это нужно. В общем это работает нормально. Из этих трех категорий, наверное, первые и третьи наиболее адекватные. Причем сейчас мы склоняемся даже к третьей, то есть к каким-то таким неформальным площадкам, потому что они намного круче работают по атмосфере. Сейчас я об этом скажу. Несмотря на то, что они хуже по залу формально, хуже по технике, еще чему-то по пониманию, зачем вам это нужно, но по атмосфере они по ощущениям в разы круче. Экосистема вокруг метапа. Зачем все это нужно? Во-первых, вам проще разбить людей по группам. То есть вот есть, не знаю, задача вовлечения женщин в разработку, есть задача как-то развлечь и вовлечь сатанистов, дата сатанистов. И есть еще какие-то такие темы, и вот вам намного проще разбить ваш метап или там ваше сообщество на какие-то такие штуки, все это объединить в экосистему, и всем будет радостно. И условно сатанистам не будет скучно сидеть и слушать несколько софткорных толков, там не знаю, про менторинг студентов или что-нибудь такое. А кроме того, для вас в этом бонус, что у вас действительно упрощается поиск людей, площадок, потому что все со всеми дружат, все со всеми меняются ништяками и все отлично. Но вам нужен достаточный запрос. То есть если у вас условно маленький город, то вы не можете развести кучу-кучу всего, это просто размоет движ, размоет сообщество. Вам нужно, чтобы вам хватало на это людей, хватало запроса и вообще. А так это офигенная штука. Когда у вас город достаточно прокачанный, что вы можете экосистему поднять, это прям огонь. И Питер, в общем-то, удовлетворяет этим критериям. Так же, как и Москва. Что сейчас есть в Питере? Ну вот, например, такие сущности, они все про Python. Я сюда не поставил OpenStack, но его можно сюда поставить, потому что OpenStack, он тоже, в общем, в питонской экосистеме сейчас формально. Первое — это drink-up. Второе — это для machine learning и data science. Третье — это вот тот самый воркшоп по вовлечению женщин. И четвертое — это конференция. Все это формально куски экосистемы. Все вроде как дружат, благодаря мне в том числе. И все хорошо, ну, по крайней мере, плюс-минус. Можно еще что-то добавить. Например, добавить PyLadies. Это тоже мировой бренд, связанный с питоном, сообщество женщин. Можно добавить что-нибудь еще. Питон очень благодатная почта в этом плане, потому что он реально большой. Здесь очень-очень много всего, всегда можно что-то изобрести. И людям, у которых есть энергия и желание делать новое, они могут всегда включиться. Можно для них для этого сделать площадку, грубо говоря. Какие есть форматы вообще проведения ивентов? Вот эти довольно формальные. Доклады, дебаты, панельная дискуссия, воркшоп — все хорошие. Единственное, от докладов, наверное, сейчас все устали. Ну, то есть доклады — это настолько стандартный формат, что реально устали от них люди. На них ходят, но, по крайней мере, те люди, которые ни первый, ни второй, ни третий раз приходят на айтишные ивенты, они уже на доклады смотрят, ну, они их даже пропускают зачастую. Ну, то есть они входят в коридоры и идут нетворкаться. Их даже осудить нельзя, потому что от доклада действительно все устали. Ну, и здесь, наверное, я бы еще выделил дебаты как, наверное, более неудачный формат, потому что на моей практике они не работают. Либо они выраждаются в панельную дискуссию, либо фигня какая-то случается. Все дебаты, которые я смотрел по программированию, это либо вот как раз панели, либо еще что-нибудь такое. И это скорее, наверное, для политики подходит больше, чем для технических тем. Воркшоп очень клевый, потому что вовлекает, но его дороже организовать. А еще есть какие-то необычные новые штуки, типа там японского формата печи-кучи. Это короткие-короткие доклады от кучи людей на любые темы. Ну, и в общем, там можно придумать много чего, пробуйте. Здесь главный вывод, наверное, в том, что все устали от докладов, надо пробовать новые. И мы сейчас пытаемся это делать. Есть неформальные форматы. В Петербург, опять же, проявляет свою специфику в том, что у него очень клевая барная культура, редко клевая. И в нем сам бог велел пить. Поэтому питанисты разработчики идут пить. Вот типа фотка с одного из дринкапов. Помимо дринкапов есть еще, например, бархоппинг, где вы не сидите в одном месте, а меняете бары. Есть завтраки. Это вообще идея фронтендеров, надо отдать им должное. Но, в общем, у нас она тоже, я надеюсь, наберет вес в скором времени. Есть дата ужины. Вот, дата сатаниста любит ходить на них. Вовлечение. Чтобы вас, людям, не было скучно, вам нужно их как-то вовлекать. Ну, потому что просто смотреть на то, как пролистывается полотно чата, или просто смотреть на то, как очередной чувак что-то рассказывает на митапе, это вообще неинтересно. Ну, то есть, в этом нет смысла. И в оффлайне самый простой способ вовлекать – это лайтнинги. То есть, вы после митапа делаете короткие слоты на 3-4 минуты максимум, без вопросов, где любой человек может рассказать на любую тему, что угодно. Например, в Минске я рассказал про Git Rebase. И это работает прям хорошо. Сложно людям это продать, потому что разработчики, многие из них не готовы выступать, многие из них боятся. Тем более, что выступать придется внезапно, потому что они пришли на митап, еще не думая, что им придется что-то рассказывать. Но, в общем, продать это можно. И это очень весело. Вы ставите маркерную доску, пишете темы лайтнингов, и буквально пару лайтнингов забиваете каждый вечер. Это прям отличная штука, я считаю. Есть интерактивы в онлайне. Например, вы можете сделать код-челлендж. В самом простом виде – это вы выбрасываете кусочек, и людям становится интересно. Кому-то становится интересно поревьюить, кому-то становится интересно предложить лучшее решение. В более сложном случае вы проводите, не знаю, все-таки полноценный челлендж с условиями, вот нужно сделать какую-то задачу. И иногда, если это правильно подать, то это прям огонь. Вот все сообщество очень сильно увлекается, по крайней мере, у активной части и идет. А сильно-сильно проще, но не про код, это, например, фигануть опрос. Если у вас Telegram-чатик или Facebook-чатик, вы можете вовлечь чем-то вроде маленького интерактивного элемента. Это вот как, не знаю, как аудиторию что-то спросить. В общем, тоже работает, и возникает обсуждение. А еще можно вовлекать вокруг кода. Это значит, что обсуждать либо проекты, которые есть у сообщества, какие-то. Например, у SPP Python, там у PeterPayMetup, это генератор картинок, который написан на питоне. Картинки для соцсетей. Или проекты участников. То есть у всех есть свои проекты, их можно обсуждать. И в целом, наверное, это правильный вариант вовлечения про код. Потому что мы же разработчики, и вовлекать надо вокруг кода. Ну и, в общем, те самые неформальные форматы, которые я обсуждал, они тоже неплохо вовлекают. Те самые drink-up, завтраки и прочее. Потому что, ну, многие, часто встречаются ситуации, когда разработчик боится пойти на митап, боится выступить, боится что-то сделать. Он даже не показывает своего носа там в чатике на код-ревью, потому что боится, что его осудят. А в бар он придет. Ну, потому что почему бы не прийти в бар. Сейчас, одну секунду. Пропустил? Нет, не пропустил. Партнерки. В общем, с ними, наверное, главная фраза, которую я хотел бы донести, что не нужно их искать самим. Вы поймете, что вы уже на том этапе, когда вам можно с интересными компаниями, сообществами или с кем-то еще партнериться, когда вам это предложат сами. Сколько у меня минут еще? Окей. Ну, в общем, это, наверное, главная штука, которую я хочу сказать. Но тут есть важный момент, который, например, тот же самый Олег Бунин освещает. Компании и другие сообщества совершенно не умеют с вами партнериться. Не потому что они не хотят, они хотят. Но они реально не умеют. Они не умеют не вовлекать, как правило. Они, там, не знаю, хотят выделить ресурсы, хотят что-то сделать, но, в общем, они не умеют. Поэтому вам нужно эти партнерки самому придумать и планировать. Если это, не знаю, партнерство с облачным сервисом, вы должны сами придумать интересный код-челлендж или что-то такое, а не просто там забрать у них мерч, мерч, вручить мерч людям, и люди пошли. Это не дает никому ничего. Ни вам, как метапу, ни конторе. Что в итоге в цифрах получилось? Во-первых, 15-20 посетителей, большая часть из них свои, превратились в 60-70. Многие из них уники. Как мне кажется, это круто. Ну, то есть это ощущается круто. Я понимаю, что это не предел, особенно если сравнить с другими этапами, но в целом это, по-моему, прикольно. Одна площадка мы провели в 6, 2-3 из них стали нашими постоянными. И мы все еще сейчас много других рассматриваем. Скорее всего, мы где-нибудь на 3-4 максимуме остановимся регулярно, будем охарактерировать, будет все клево. Ну и, в принципе, интересно экспериментировать, перемещаться между площадками. От одного человека в SPBiton сейчас в Питерпо метапе их трое, и они все взаимозаменяемы, все отлично. От одного нестабильного доклада сделали два, и появилась стабильная сетка спикеров. Ну и, в общем, выросли цифры в чате и на метап-коме. Довольно ощутимо. Зачем люди ходят на метапы? Тут я хочу сказать про штуку, которую, наверное, не отражают ни в KPI, ни в маркетинге почти никогда. Это атмосфера и нетворкинг. Вот, как мне кажется, все нормальные люди ходят все-таки не из-за информации. Ну, потому что информацию на метапе вы, конечно, получите. Вы получите что-то интересное, расширите революдицию, все так. Но по ощущениям вы ходите на метапы не за этим, не за новой информацией. Вы ходите туда вот за атмосферой и нетворкингом. А это такие вещи, которые очень сложно культивировать и вообще непонятно, как поддерживать. В атмосфере я бы, наверное, сказал, что главный принцип это просто не навреди. Атмосферу искусственно создать невозможно. Если вы просто собираете хороших чуваков в одном помещении, она сама происходит. Вам главное ей не вредить. Например, не вредить своим занудством, скучностью или формализмом. С этим всем нужно бороться. Тогда все, самовер, будет нормально. С антворкингом, в общем, тоже сложно, потому что технари не хотят надворкаться. Их нельзя как котят поставить между собой и сказать, чтобы они знакомились. Поэтому надо как-то использовать какие-то хитрые вещи. Большинство хитрых вещей для антворкинга не работают. Это, наверное, еще более, чуть ли не более уломимая вещь, чем атмосфера, наверное. Поэтому, в общем, как-то так. Вовлекаем, знакомим и устраиваем интерактивы, которые будут комфортны людям. Ну, то есть не в духе свадебных конкурсов, а в духе чего-нибудь нормального. Ну и, в общем, тоже невредим. Что я извлек из, например, берлинского митапа? Во-первых, он супернеформальный. Он проходит в каворкинге, все клево и вообще. Там даже охраны нет. Ну, то есть я удивился, в здании нет охраны. И вот эти все мелочи, они влияют. Во-вторых, люди тебя никогда не загнобят. Даже если у вас докладчик включает полную фигню на митапе, его максимум об этом скажут в коридоре. Но, скорее всего, ему скажут это вообще не таким образом. Много девушек-разработчиц. И вот здесь, кстати, очень важны штуки типа Django Girls и прочих проектов, потому что они меняют эту историю. Ну и много клевых людей, реально клевых, под 40 и за 40. Но здесь в России, скорее всего, либо исторически поменяется, либо нет. А еще я посмотрел на минский митап, и его почти целиком делает Wargaming. Это уникальная ситуация, ну, потому что у них есть специфика такая городская. Кроме того, поскольку это Беларусь, у них большая часть таких чуваков, которые пришли, это были фрилансеры. Ну и, опять же, атмосфера клевая. А в Уфе я извлек вот эти выводы. Во-первых, что в Уфе, несмотря на полное отсутствие, например, питанических вакансий, разработчиков и так далее, все равно пришел полный зал, и было очень круто. Они крутой дизайн сделали, крутое видео, все было офигенно. И снова было очень неформально и клево по атмосфере, поэтому. Ну, в общем, главный вывод здесь, что если вы делаете свою работу действительно клево по созданию сообщества, вам реалии почти не помеха. Ну, то есть опыт Уфы это мне полностью доказал. У нас случилась штука, из-за которой мы разошлись с оргом SPB Python. Здесь какие-то перечисленные вещи. Ну, в общем, это история про то, как несколько людей просто разошлись по видению. В общем, это, наверное, нормальная идея. И вывод, который с этого слайда можно сделать, что вы не можете предсказать такие вещи. То есть вы начинаете делать человеком один проект, а потом вы постепенно расходитесь в взглядах. Это нормально. Ну, и в общем, у нас случилось такое разграничение, что образовалось, грубо говоря, два сообщества. SPB Python это штука, которая объединяет всю экосистему, а PeterPy это метапы и ивенты, какие-то новые эксперименты и все такое. Вот, собственно, я делаю PeterPy метап сейчас. Ну, и они существуют на условиях формальной независимости. Правда, это все эксперимент само по себе, так что посмотрим, куда это все придет. Но, опять же, ситуация для Петербурга уникальная. По крайней мере, сообщества такого размера никогда, типа, как я, по крайней мере, знаю, они никогда так структурно не изменялись сильно. Ну, текущие планы у нас все довольно логично. Мы хотим радовать людей, прокачиваться, делать более интересные партнерки и, наконец, реализовать идею про обмен между городами и странами, которые, в общем, в принципе, вполне досягаемы. По выводам и рекомендациям. Во-первых, вы зависите от специфики города, но не так сильно, как вам кажется. Ну, то есть, как, например, там, пример Уфы показал или еще какие-то примеры. Вы можете сделать очень много и вырасти сильнее, чем вам кажется, и людей, которые придут в ваше сообщество, намного больше, чем вам кажется, если вы будете работать хорошо. А формальная часть, типа, там, те же самые доклады, она всем понятна, всем важна, она всем привычна, и, в общем, наверное, лучше ее не трогать. По крайней мере, как показал какой-то опыт. Но при этом от стандартного формата люди все же подустали. По крайней мере, те, кто, там, не первый раз приходит на митап. Нужно обязательно вовлекать, то есть не просто формально долбить доклады, кидать какие-то новости про технологию в онлайн-ресурсы и все. Нет, надо прям что-то делать. Прям делать, чтобы еще и люди ваши что-то делали. Тогда всем будет хорошо. Ну и качество движа определяет ваш успех. То есть вот эти все те же самые партнерки, они выливаются из того, что вы сначала становитесь очень клевыми и качественными, а потом к вам уже приходят и уважают вас. Обязательно нужно общаться со всеми. То есть вот эта вот вся политика на самоизоляцию. Мы будем сидеть, мы самые умные в своем городе, или там в своем сообществе, или в своей конторе. Не буду говорить про какую контору речь. Это вот прям плохая позиция. Нужно общаться, нужно со всеми дружиться, нужно меняться людьми. Вот только так. Только так, только так работает. Ну и главная штука, которую последнюю хотел сказать. Она выглядит смешной, но она не смешная. Получать удовольствие и радость от этого. Ну потому что в конечном счете я сейчас попытаюсь вам в том числе сказать, что все эти штуки с сообществами, доврелом, они не только про маркетинг, KPI, деньги и так далее. Они про радость тоже. И вот я хочу, чтобы по возможности вы вспомнили, что это было и есть про радость. Наверное, все. Я не знаю, уложился по времени. Уложился, уложился. Вопросы? Давайте, может быть, беседуем с вами. Три минуты на вопросы. Ок. Кто хочет что-нибудь спросить? Давайте. Бегом, 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 бегом. Назад? Нет, не тебе. Ага. Да, спасибо. Ну, я еще тут появлюсь потом. Поэтому я не представляюсь. Вопрос от неизвестного человека. Скажи, пожалуйста, вот там был такой вот этот момент. Ты так не останавливался по пунктам про разногласия с организатором. Вот этот момент отношения к меньшинствам. Я так думаю, здесь есть представители этих меньшинств. Была попытка пошутить. Да, да. И вот вопрос. Ну вот так. Как ты считаешь? Какое же должно быть отношение? Вот где? Да, смотрите. Меньшинство там было в скобках HR. Ну да. HR принято гнобить в сообществах разработчиков. И у этого есть причины. Слушай, я думаю, здесь довольно много. Да, да, да. Не, не, я очень вкратце отвечу. Это имеет смысл как раз услышать аудиторию вот этот. Ну вот. А я как раз тоже делать. С HR общаюсь много. И я в том числе там типа выступаю на HR-ских конференциях, митапах, если кто-то знает. И стараюсь как-то подружить мир разработчиков и мир HR. И текущая позиция сообществ разработчиков, которые есть по отношению к HR, мне кажется деструктивной. Их выделяют в какое-то гетто, их посылают в одну соцсеть, а в этой соцсети нельзя, а у всех соцсети разные. Нужно ставить специальные хэштеги, все плохо. И их, ну по факту это в общем похоже на гнобление. Ну потому что оно не приводит к счастью ни HR-ов, ни к счастью разработчиков. Моя позиция разошлась с другим организатором в том, что я считаю, что можно достигнуть мирного существования. И это реально. Мы даже в общем достигли каких-то успехов в этом плане. При котором и волки сыты, и овцы целы. Ну я имею в виду разработчиков и HR-ов. В каждом случае по-разному. Ну то есть надо смотреть на то, как у вас банально площадки сложились, на то, насколько у вас HR-ы агрессивные, и что с ними делать. Требуется ли вообще такое гнобление, и что-то такое. Но ты их пускаешь на сцену с вопросом, в смысле с рассказом о том, что мы нанимаем. Вот сейчас Сбербанк выйдет и скажет, мы нанимаем список. Ну конкретно, это ты сейчас перешел уже от локальных сообществ к конференциям, например, или ты про митапа говоришь. Про митап. Ну это по договоренности. То есть по предварительной договоренности мы обсуждаем и говорим. В целом скорее нет. Потому что вот в этой ситуации вовлечения не будет, если только Сбербанк, например, не хост этого мероприятия. Тогда может быть и логично. Короче, это вопрос в каждом случае логичного взаимодействия. Вопросы? Не знаю, как-то я уклончиво ответил, но ладно. Привет, меня зовут Андрей, и меня интересует развитие IT-сообщества в регионах. С чего начать? Смотри, ну формально все просто. Вы выбираете дату, ну все по учебнику. Дата, площадка, один-два спикера и все такое. Но до этого я бы начал, наверное, с вообще изучения рынка, как всегда. Ну, типа, условно это новый рынок, вы заходите на него и смотрите, есть ли запрос. Если у вас там ноль разработчиков, например, это шахтерский городок, то, типа, вы его делать не будете, естественно. Ну, даже в этом городке могут прийти фрилансеры. Ну, то есть, короче, я бы начал с изучения рынка. Наверное, это… Извините, я с места став делаю реманку. Есть программа о переквалификации шахтеров и разработчиков. Так что в шахтерском городке это не есть. Ну, да, окей. Ну, в российском тебя могут побить за питон метап, шахтеры. Так, еще последний вопрос. Кто? 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 Кто хочет задать вопрос? Там, на самом деле, человек руку тянулся. Ну, я могу в два, в принципе, говорить. Александр из одной большой компании, неизвестной. Ты сказал спасибо за доклад. Кстати, очень хороший обзор того, что происходит. Ты упомянул патриархов. У нас была такая проблема. Ну, не проблема… Подожди, у вас это… В компании? У тех, кого нельзя называть. Майкрософт. Откуда ты знаешь? В компании, да? Хорошо, да. От компании. Мы хотели, например, запустить одно сообщество. И вот, когда ты приходишь на какой-то там сидит патриарх, на метап.ком, например, который уже полгода не проводил никаких мероприятий, и ты говоришь, а можно мы с вами подсотрудничаем? Ну, я так очень кратко рассказываю историю, да? И он говорит, ну, я вас видел в гробу примерно, да? Вот так вот. А, очень просто. Вообще очень просто. Смотри. Да, я договорю чуть-чуть. А вот на аудиторию его хочется выйти, да? Но прям выкатывать свой анонс там на вот эту группу, это как-то, ну, неприлично даже, да? Потому что он потрет, например, или что-нибудь. Вот один-два совета по работе с патриархами, о том, как сделать так, чтобы они не гасились вот так, а с распростертыми объятиями встретили нас. Короче, смотри. Как мне кажется, если вы большая компания, то зачем он вам упал? Если человек упертый, если он не развивал это все, ну, обойдите его, сделайте свое. По другим брендам, неважно, по другим названиям. Если вы большая контора, то вам, в принципе, просто. У вас есть какой-то вес, у вас есть ресурсы, которые вы можете ливануть, там, на первом этапе, например. Проблемы нет. А люди постепенно придут. Вам даже не потребуется совершать неэтичные ходы, типа, там, тырить его базу e-mail'ов и делать им тайную рассылку. Нет, 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 все в пределах этики. Просто, типа, вы выживаете его. Потому что человека, который не развивает движ, ленится, там, не знаю, стоит на месте и так далее, его обойти же легко будет. Ну, то есть люди постепенно поймут, где норм, и придут. По крайней мере, типа, это даже без ресурсов можно сделать, потому что человек уже стоит на месте. А с ресурсами вы просто его по щелчку... Ну, я просто хищный очень человек, я бы его раздавил, по крайней мере. Я только хотел сказать, что любовь и труд все, как это, решат, а ты сказал про хищность. Это романтическая сторона. Спасибо. Ну, ее как бы внешне подавать, а внутри все хищно. Короче, баланс. Окей. Так, ну что, еще вопрос? Давайте. Три минуты еще. Хорошо. Здравствуйте, меня зовут Сергей. У меня вопрос такой. Как можно вести какую-то сознательную борьбу с токсичностью среды? Вот как вот сделать имение токсичности? Прям вообще по сердцу вопрос. Сложная хрень. Вам нужно, во-первых, наверное, общий вывод, который у меня есть из моего опыта, в том, что в какой-то момент, если у вас сообщество сильно токсичное, там, давайте, типа, не все знают этот термин, он на слуху, но не все знают. В двух словах, что это такое. Это когда у вас приходит женщина спросить вопрос по СССР. А ее вообще не отвечает на вопрос, полностью сигналирует ее вопрос, не важно, адекватный он или неадекватный. Он был адекватный. Ее начинают обсуждать по внешности. И вот, короче, портянка на шесть экранов. Только внешность обсуждают. Или, например, как, не знаю, приходят новички и гнобят. Приходят HR и гнобят. В общем, сообщество гнобит всех, кто чуть-чуть из, там, не из, грубо говоря, большинства и так далее. Вот когда такая у вас фигня происходит, систематически ее много, и она реально на высоком уровне уже, то есть, типа, глубоко проникла, на уровне ее поддерживают админ, ее поддерживают все, то, в общем, только форкаться, на мой взгляд. Это сурово звучит и плохо. Но когда оно на таком уровне, то только форк и создание другого. Ну, в общем, вот. В частности, PeterPai Meetup в том числе родился, потому что нам нужно было дружиться с Django Girls, а там девушки. А девушки приходят, у них новичковые вопросы. И вот. И они приходят и попадают в эту всю среду. И, в общем, короче, в том числе это структурное изменение случилось из-за этого. Если токсичность не на очень высоком уровне, то, типа, анальная диктатура. Ну, то есть, типа, админы жестоко карают, банят, удаляют и все такое. Ну, это, естественно, если оно не проникло в админов. Как-то, если вкратце, то так. Мне нельзя было говорить на микрофон такие слова, да? Да, нет, нормально. Еще вопрос. Можно еще? Да. Дмитрий Плахов, координатор сообщества, тоже разработчиков Петербурга. Рад приветствовать земляка. Привет, Петербург. Спасибо. Хотел уточнить. Я же так понимаю, что у вас все-таки платные мероприятия. Не-а, все бесплатные. Все бесплатные. Джанго Геллс бесплатные, Пайдат, все вообще бесплатные. А вы не задумывались над каким-то вот... Мне кажется, ну, вообще мысли постоянно бывают. Мысли про деньги есть у всех и регулярно. Но конфа платная, да-да-да. Мне кажется, как мне, моя позиция в том, что эти истории, они не про монетизацию изначально. Эти истории, они про, там, не знаю, про брендинг, про нетворкинг, про удовольствие, про опыт, про кучу всего. И все это ценные штуки. Ну, то есть, не только деньги же ценные. Вот эти штуки, они тоже все ценные, и часть из них косвенно образом конвертируется в деньги. Например, можно кого-то захантить или захантиться. Или, ну, в общем, типа, это как-то работает. Но это не про деньги из истории изначально. А если хочется конвертнуть, то вот, наверное, например, PeterPay Metap может нагнать людей на PeterPay Kung Fu. А она уже платная. Ну, то есть, как-то так, наверное. Прямым образом, я не думаю, что монетизация будет хорошо работать. Ну, то есть, никакого расизма там, да, у вас нет? Вот, как вы говорите, что, допустим, есть меньшинство, там, до меньшинства, там, условно говоря, там, одни условия для… Не-не-не-не-не. Это все на уровне просто… А это в разработческой среде, мне кажется, не работает. Все вот эти вот вип-места, вип-билеты, мне кажется, нифига. Мы пытались продавать вип-билеты на конференцию, но не заходит просто вообще и все. Очень опасная тема еще… Сейчас, ну, буквально, последнюю фразу скажу. Очень опасная тема начинать эти штуки монетизировать прямым образом, типа в билеты и так далее, потому что вы опасно, вы начинаете опасно в сознании людей, по крайней мере, подходить к границе, где бизнес-коучи, а там как бы ад уже. Ну, то есть, вот не надо к этому подходить. Ну, да, отделять меньшинств – это отдельная история, то есть, ну, как бы, если ты такой глупый и скажешь, что ты HR, при том, если HR-мход платный, да, как бы, ты не скажешь, что… Ну, разве что тесты вывешивать, да, докажи, что ты разработчик, как бы, и тебе тогда бесплатно, да, типа того. Ну, это, да, ерунда, конечно.